Роль мужчины в российском обществе. Единственное общество в мире, страна, где роль мужчины занижена. И это проблему составляет. Не просто физиологическую, что не хватает мужчин для вступления в брак нашим женщинам. Но в воспитательном процессе, образовании, школы, вузы, врачи, судьи, комиссии по делам совершенствовательств. Нету мужчин. Вы понимаете, что мы провоцируем рост преступности среди мальчиков. Нету отца, и он встречается только с женщинами. Это имеет огромное значение. Мы этот вопрос поднимаем. Посмотрите, допустим, у нас половина выпускников вузов работают не по специальности. Но самое страшное, что половина женщин, даже больше, вообще не работают. И правильно, они дома с детьми. У меня родственница двое детей. Куда она работала пойдет? Лет 15 она будет поднимать. Так зачем мы ей образование дали? А парень не смог поступить. Потому что место занято, да? Он где-нибудь уже в преступной банде. Она дома сидит. А образование не получил парень. Он оказался в криминальной стреле. Это кто нам мешает так? Вот я вуз когда заканчивал свой. По конституции мы не имеем права декоминировать. Но было указание негласное. Принимать только мальчиков. Потому что востоковедов девочек в странах Востока, Турции, Иран, Арабы, не воспринимают. Там нельзя, чтобы женщина села рядом. Вот мы здесь сидим, нельзя, чтобы она села рядом с нами. Как она будет переводить нам с вами? Как переводчик. Я турок, а вы русский. И вы взяли переводницу девочку. Я плохо буду ее воспринимать. И к вам отношения у меня будут уже хуже. Автоматически. То есть негласно принимали в основном мальчиков. В общем, сто принимают, девочек десять человек. И ни одна из них не работает. Ни одна из них востоковедом не работает, потому что нет работы для девочек на странах Востока. Это проблема. И никто у нас ее не решает. То есть послы не знают страны, не знают языка. Это тоже имеет значение. То есть кадровая работа. Нужны хорошо подготовленные. Они есть подготовленные. Но вовремя их поставьте на нужные, так сказать, ключевые посты. Только ЛДПР этот вопрос поднимает. Возьмите такой вопрос вообще. Допустим, половое воспитание. Сейчас передачи идут. Где-то там конфликт. Родители. Что-то там ребенок не хочет. За границей это происходит. Ребенок не хочет посещать уроки полового воспитания. Якобы рано ему еще. У нас вообще никакого нет воспитания. Я прочитал лекцию. В одной из московских школ. Написал министру образования. На телеканалы все. Ну, пустите это как учебное пособие. И дети хорошо воспримут. Там нет ничего такого откровенного, чтобы это как-то, может быть, влияло отрицательно. Но там рассказано доступным языком то, что они не могут услышать от родителей. Не могут взять с каких-то передач. Ничего не делается. Только скулеж. Вот мы не можем наладить половое воспитание в школах. Ну, а кто виноват? Я вам прочитал лекцию уже. Как она должна быть построена. Это ведь проблема. Понимаете? Это все здоровье духовное. Здоровье, так сказать, всей нации. Всего народа.